Итак, третий вопрос. Ассаламу алейкум. Хотелось бы узнать имена всех сподвижников, которые не присягнули и не считали власти трех халифов законной. Этих сподвижников, отвечая на этот вопрос, скажу, что этих сподвижников огромное множество. Перечислить их не представляется никакой возможности. Тем более, если говорить о трех халифах. Я могу привести небольшой список, абсолютно небольшой список тех, кто отказался присягать первому Абу-Вакру и не считал его власть законной. Кто был из числа этих людей? Ну, во-первых, это хашимиты, родня и семейство посланника Аллаха, салаллаху алейкум и алейкум и ассалам, во главе с его святостью Алибн Абутальбом, алейкум и ассалам, Фатимой и Захрой, аль-Хасаном и аль-Хусейном, алейкум и ассалам. И также другие хашимиты также не признали власть Абу-Вакру и не присягнули ему. Это во-первых. Во-вторых, Тальха, Зубейр, они также не признали его власть и отказались ему присягать. И также дядя, посланник Аллаха, салаллаху алейкум и алейкум и ассалам, Аббас. Аббас и его дети, Абдуллах и Убейдуллах, они также не признали власть Абу-Вакру и отказались ему присягать. Также среди этих людей был Хузейфа ибн Яман, Абдуллах ибн Масуд, Абу-Айюб аль-Ансари, Хузейма ибн Сабид, Фарва ибн Умар, Хубаб ибн Мунзир, Барра ибн Азиб, Убада ибн Самид, Бурайда аль-Аслами, Зейд ибн Вахаб. Ну и так далее. Список можно продолжать. То есть список довольно-таки внушительный, большой. И также в источниках, в исторических, в хадисах фигурируют целые племена и целые группы. Например, в хадисах фигурирует племя Ярбу, во голове которого стоял Малик ибн Увейра, который из-за своего отказа присягать Абу-Бакру был убит Халид ибн Аль-Валидом. Халид ибн Аль-Валид убил Малика ибн Анувейру и в ту же ночь женился на его жене. И также племя Фазар фигурирует в преданиях, в истории. Племя Бану-Асад отказались присягать. Группа Хазраджитов, группа Курешитов. То есть так и говорится, в истории так и говорится. То есть имена не перечисляются. То есть вот эти ранее приведенные имена перечисляются, и наряду с ними говорится и группа Курешитов, например. То есть понятно, что это другие люди, уже не те люди, которые были мной, например, перечислены. Группа Курешитов. И вообще ансары. Среди ансаров очень многие отказались и не признали власть Абу-Бакра. Таких личностей довольно-таки много. Конечно же, также замечу, что разными способами велась борьба с теми, кто отказывался присягать и принимать власть Абу-Бакра. Кого-то убивали, с кем-то какими-то другими угрожали и терроризировали, силой забирали у них присягу и так далее. Кстати, об этом у нас на сайте доводы.ру в разделе статьи, в подразделе исследования, имеется огромная статья, где перечисляются с ссылками, с источниками, перечисляются вот эти вот люди, которые отказались принимать власть Абу-Бакра и присягать ему. Продолжение следует...